Нашей службе исполняется 10 лет. Может быть, на фоне МВД, которому 200 лет, или прокуратуре, которой 275 лет, наверное, срок маленький. Но на сегодняшний день это достаточный срок, чтобы заявить, что служба состоялась, служба работает, ее все знают, и служба имеет определенные успехи в деле борьбы с наркопреступностью. Что касается Рязанского управления, то вся работа наших сотрудников проходит на ваших глазах. Вы видите ее плоды ежедневно. И как бы критично не относились к работе нашего управления, я думаю, все-таки, положа руку на сердце, вы скажете, что наш город и наша область все-таки стали значительно чище, чем они были в конце 90-х, начало 2000-х годов. Я думаю, что наркотики, в принципе, уже на каждом шагу не распространяют, хотя по-прежнему этой гадости вполне достаточно, как в нашем городе, так и в городках и селах нашей области. Потому что, ну, я вот как шучу, говорю, наверное, даже белые медведи уже колются героином и всем остальным, потому что эта гадость проникла во все сферы, во все уголки нашей Родины. По поводу успехов в наше управление, вы знаете, цифры громадные, но называешь их все равно с сожалением, потому что за этими цифрами стоят сотни и тысячи поломанных душ, которые были вовлечены в наркооборот, которые были загублены в прямом смысле и похоронены. Вы знаете, вот вчера был хороший фильм «Транзит», где показывают город Сюргут, там целое кладбище. Да, Рязани сбежала этого, но, несмотря на это, десятки и сотни людей, которые погибли от дезаморфина, молодые люди, которые могли приносить пользу нашей Родине, к сожалению, тоже лежат на кладбище города Рязани. Вместе с тем, за 10 лет нашим управлением было изъято из незаконного оборота полторы тонны наркотических и психотропных веществ. Если это представить, это, в принципе, два грузовика «Газели». Вот представляете, сколько газостей было изъято за эти 10 лет только нашим управлением. По России же это изчисляется сотнями тонн смертоносного зелья. Было пресечено Рязанским управлением 800 оптовых изъятий наркотических средств по классификации ООН. Это когда героинные партии превышают 100 грамм, а канамистная группа «Трава» свыше килограмма. Было пресечено расследовано и направлено в суд более 8 тысяч наркопреступлений. Более полутора тысяч фактов преступлений совершено в составе организованных форум преступными группировками. Мы неоднократно доводили до вас, что по факту таких крупных изъятий, в прошлом году, как героин из Амауса, значит, была пресечена наркотрафик из Афганистана, когда сюда приехали, прямо конкретно в Рязанскую область, два наркосбытчика напрямую привезли 2 с лишним килограмма героина. Мы доводили до вас факты пресечения наркосбыта, когда из Кубы привозили кокаин. Буквально вчера мы закончили реализацию очередного оперативного дела. Группировка, состоящая, ну, наверное, не сказать, что впервые, но очень редкая, значит, организованная преступная группа состояла из трех лиц разной национальности. Таджик, Азербайджанец и Цыганец. Причем проживали они один в Рыдумском районе, один в Кораблинском районе, третий в Рязани. Вот тоже, что сводит людей на почву этого наркосбыта, трудно сказать, да? Но, наверное, единственное, это желание наживы. В ходе реализации все трое данных лиц на сегодняшний день арестованы. У них изъято более 400 граммов героин. Как вы понимаете, если это переводить, опять же, в деньги, то 400 граммов героина – это более полумиллиона рублей. Но самое главное, сколько стоит спасенных жизней, сколько доз не дошло до потребителя, потому что один грамм героина – это на 10 доз, 400 грамм – значит, 4000 доз не дошло до наших граждан. Наверное, вот это самый главный результат. И людей не останавливает ничто, людей не останавливают незначительные сроки, потому что, вы знаете, в прошлом году произошло ужесточение законодательства, связанного с незаконным оформлением наркотиков. С этого года введено пожизненное заключение. Но жажда наживы людей не останавливает ни перечи. Продолжение следует...